Добрый день, дорогие друзья! Мне сегодня хочется начать наше занятие и сказать вам Бонджорно! Бонджорно, земляне! Вы знаете, так назывался наш Астрополис-канал, который мы, школьники нашей школы астрологической Виктора Слободнюка, открыли в прошлом году. Объединились самые активные, самые веселые, самые понимающие, самые-самые. Но, так как я говорила, я не люблю в одном направлении только развиваться, и я говорила о том, что я не буду только астрологом. Я собираю мудрость во все времена, во всех направлениях, и, может быть, кто-то, педан, скажет, «Ой, ну тогда ты не мастер в том или ином». Да, возможно, я не мастер в том или ином, но я не могу назвать это поверхностными знаниями, потому что я углубляюсь, беру, просеиваю все через сито понимания осознанности и использую это наилучшим образом в той сфере деятельности, которой я занимаюсь. Так мы, девы-педанты, умеем поступать. К сожалению, мой друг Алексей, который организовал этот наш канал, который очень сильно хорошо развивался, он покончил жизнь самоубийством 4 августа. Почему это происходит? Я говорила в одном из своих эфиров, но это настолько сложная, настолько глубокая, настолько важная для нас информация, почему человек решает выйти из жизни и каковы законы мироздания, которые мы в тот или иной момент... I'm sorry, я сбилась, у нас ужасная сирена тут орёт. Вам, слава богу, этого не слышно. У нас она прям ужасно орала. Так вот, почему люди выходят из жизни? Я думаю, что прежде всего так же и потому, что они не знают и не понимают законов мироздания. Я постараюсь очень кратко вам об этом рассказать, потому что для этого нужна будет отдельная тема, глубокая тема, отдельное занятие. Что такое жизнь и всё остальное. В каждом занятии... У нас сегодня занятие номер 5. Вчерашнее я прогуляла, тоже расскажу почему. О Меркурии. Сегодня мы будем говорить о Юпитере. Но прежде всего хочется вам... рассказать закон мироздания о жизни. Когда человек выбирает для своего нового воплощения новых родителей, когда он выбирает, соответственно, и место рождения, цветок жизни, вот эти круги, о которых мы с вами говорили в предыдущем занятии, это как алгоритм. Он начинает включаться и начинает работать. Соответственно, таким образом... Окей, всё, выбрались родители, сработал алгоритм, всё выбрано, всё окей. Там даже вплоть, ну, естественно, до подробностей. Первый – это будет ребёнок, или там третий, пятый, десятый. Мы с вами говорили, что первенцами приходят обычно самые крутые, самые мощные души, которые могут открыть сердце родителей. И родители обычно косячат на первенцах, но уже к следующим детям начинают что-то. Это всё алгоритм закон целесообразности. И вот, когда этот алгоритм посчитался, видно, что происходит. Например, человеку отмерено по алгоритму оптимальному, ещё раз повторяю, закону целесообразности, сколько времени отмерено. И вот, например, человеку даётся 78-80 лет. За эти годы алгоритм, согласно закону «Свобода выбора», мы можем с этим человеком подружиться, с этим поссориться, за этим выйти замуж, от этого сбежать. То есть у нас есть много вариантов возможностей, потому что нам разум дал не просто так, закон свободы выбора работает. Соответственно, может, не значит, будет. И вот, например, 78-80 лет плюс-минус дано, а за это время человек может максимально оптимально проработать все свои кармические узлы, которые в этом направлении даны, в этой стране, например. Если человеку надо съездить ещё в другую страну, как мне, и с Италией я работала, и во Францию часто ездила, и прожила 14 лет в Швейцарии, мне дали в Марсе и в Луне энергию стрельцов. Стрельцы – большие путешественники. Огненный знак быстро принимают решения на переезд и стремятся куда-то, скачут. Так вот, окей. Но если человек заходит, начинает понижать свои энергии, не проживает правильно, наилучшим образом своё воплощение, начинает употреблять что-то. С одной стороны, это опыт, но с другой стороны, мы должны понимать, что каждый человек – это венец мироздания, и чтобы нам создать наше тело, наши тела для нашей пятой расы. Всё мироздание очень долго трудилось. И поэтому, если человек выходит из жизни согласно каких-то своих конфузов, своих неприятностей, у нас, у психологов, в психологии это называется сбежать из ситуации. Но сбежать из ситуации – это одно, а сбежать из жизни – это совершенно другое. Соответственно, обычно, если человек сам принимает решение из жизни выйти, обычно из жизни он выходит на негативе. Соответственно, когда он покидает своё тело, у него очень низкие вибрации. И эти низкие вибрации не дают ему возможности. Ну, я это называю, что приходит белый лифт, не даёт ему возможности увидеть этот лифт, даже если он придёт, потому что он находится в бунте и в невежестве. Почему мне хочется вам, молодёжи, и вообще нашей молодой цивилизации, если я говорю 14+, это не значит, что меня не может слушать женщина в 70 лет или мужчина в 85. Это говорит о том, что мы, я, моя команда, мы даём те знания, которых нет у людей. Их может не быть как в 50 лет, так и в 100 лет. Невежество и глупость, они существуют во всех поколениях, у каждого человека. Соответственно, когда у нас 4 смертных тела, когда 3 смертных тела покидают физическое, они ещё пока втроём все стоят такие, ну, не 3, а как у нас, в одном теле, как бы 7, да, 3 высших бессмертных и 3 низших смертных, вот они вышли, вот они вышли и стоят. Они вышли в чёрных-серых энергиях, они видят только чёрный-серый мир. Почему пожилым людям даётся очень много времени постпенсионного для того, чтобы, и почему у них уже старится тело, им уже не надо вот этих марсовых достигательств, да, у них уже детородные органы уже тоже не работают, то есть им вот эти энергии сексуальные отключаются, репродуктивные отключаются, деньги им не надо зарабатывать больше, я про пенсионеров говорю, вот это всё отключается, это тоже работает закон целесообразности. Соответственно, эти люди, почему они не спят ночами? Потому что астральное тело от нашей бабушки Луны у них очень активно. И что они думают и делают по ночам? Они размышляют. Они размышляют о прожитых годах, они размышляют о том или ином, да? И человек умирает именно в тот момент человеку до последнего даются возможности познавания. И об этом мы тоже будем говорить. Что такое смерть? Как правильно выходить из физического тела? Потому что смерть – это новая жизнь. Так вот, но если человек раз и вышел в окно, вот я сегодня вам буду говорить о моём друге, добром друге Игоре Матвиенко, и я вспомнила, что один из парней из Иванушек, он тоже вышел из окна. На каких вибрациях он вышел? Естественно, на очень низких. И что присутствует ещё плюс? Страх, пока человек летит, да? Это ещё, если кому-то повезёт, так сказать, что всё-таки ангелы и владыки Кармана скажут, ну окей, хорошо, он решил пройти опыт этого хождения в тонком мире, в низких планах. Соответственно, если человек ушёл из жизни в 25 до 80, вот этот весь срок, он находится в низких слоях тонкого мира. Когда я говорила о Швейцарии, 1 августа, очень подробно рассказывала своей любимой второй родине, я говорила, не стала вам говорить о том, что в Швейцарии одно из самых высоких показателей смертности именно среди молодёжи через самоубийство, что в Берне мост через реку, наверное, Берна называется, стоят огромные сетки, чтобы люди не прыгали. Что хочу сказать? Вот я почему-то захотела вспомнить Алексея не 4 августа, когда хотела вам об этом рассказать, а именно сегодня, у нас сегодня, какое? 15 августа. Всему своё время. Так вот, о жизни и смерти мы будем разговаривать ещё много раз, но я хочу вам ещё раз подчеркнуть. Красная линия. Все самоубийцы проживают тот срок, который отмерен жизненной волной в низких слоях тонкого мира, в астральном. Там ужасно. Я всегда советовала и ещё раз буду вам советовать посмотреть фильм. Да, он старенький. Да, он бразильский или аргентинский. Называется «Мой дом. Очаг». «Мой астральный дом. Очаг» по-разному его переводят. В Ютубе он есть. Посмотрите его. Как доктор умирает от рака желудка из-за его распущенности. Алкоголь, еда, раздражение, злость. Что такое раздражение и злость? Это вибрации, которые травмируют наши клетки. Потому что все мы рождаемся в основном, если не кармически, то все мы рождаемся розовощокими пупсами и, соответственно, только сами своими страхами, мыслями, действиями начинаем разрушать своё тело. Потому что закон причинные следствия, закон кармы, он присутствует всегда, знаем мы о нём или не знаем. Поэтому мы изучаем все законы мироздания совместно. Так вот, этот доктор, он умирает на операционном столе, ему пытаются там что-то сделать с его раком желудка, и когда он попадает в этот ужасный мир, где там привидения такие зомби ходят, и они все кричат на него самоубийца, 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 и он не понимает почему. И только когда он там сколько-то лет проводит, и он видит, что за некоторыми приходят люди в белом кстати, «Люди в чёрном» мой любимый фильм, он разбивает границы наше понимание о мироздании. Так вот, приходят люди в белом и забирают некоторые души, и когда они ещё раз приходят, он говорит, помогите, помогите, его забирают. Ну и посмотрите, он начинает понимать, и вы поймёте вместе с ним, что мы, по сути, заболевание, любое, которое несовместимо с жизнью, это медленное самоубийство, которое мы делаем своему физическому телу. Наши астральные тела, наши эго, пляски и всё остальное. Почему хочу вам рассказать про Игоря Матвиенко? Вы знаете, что я живу в городе Сочи, здесь же живёт моя мама, моя мама мне позвонила и говорит, «Оля, будет концерт в Пелагее, я хочу пойти». Я говорю, «Пойдём, с удовольствием». Но учитывая то, что у моей мамы телефон кнопочный, естественно, всеми приобретениями билета всё занимаюсь я, а мама моя, которая заработала себе хорошую пенсию, потом отдаёт мне аналом. Так вот, я на 12 августа покупаю билет, захожу за своей мамой, как раз была в центре, делала заставку для Ютуба. Вот сейчас она у нас висит, но она ещё не доделана, потому что девушка Неполь, прекрасный дизайнер, которая владеет прекрасным образом иллюстратором, она мне помогает это делать и логотипы, которые я делаю для своих клиентов, так как я ещё и работаю и в сфере консалтинга, а как бизнес-наставник, учитывая то, что я бизнес-леди успешная, 30 плюс, со стажем. Так вот, пришла за мамой, мы нарядились, с ней красивые, такие идём, пришли в фестивальный, я там очень-очень давно не была, не знаю, в последний раз я, наверное, была там, когда с мамой и с отчимом мы ходили на какой-то балет, и я там сидела, вздыхала, думаю, блин, я ненавижу этот балет, что вы ко мне пристали. Сегодня я люблю балет, люблю классическую музыку, всему своё время. Так вот, приходим, фестивальный, шикарный, его там, наверное, в 70-е годы построили, или, может быть, под Олимпиаду, начало 80-х, не знаю. Он очень классный, потому что он стоит на берегу моря, там такое огромное, ну, как окно, это окно мне назвать, то есть сцена, зал, крыша, и огромное вот это вот пространство, окно, которое смотрит именно на море, там кораблики уже, 19 часов, по-моему, было, вот, уже такие сумерки, кораблики начинают включать освещение, очень красиво. И с другой стороны, там, где входная группа, там тоже открытое пространство, поэтому сквознячок определенный, очень классный. Я смотрю, там заставка, Пелагея, все, мы такие в предвкушении, я видосики наснимала. И, значит, вот она выходит, и первая песня, «Конь». Это моя любимая песня. Во-первых, мы стрельцы любим лошадей. Я занималась верховой ездой. Во-вторых, в прошлом воплощении меня готовили быть императрицей всея Руси, и поэтому вот это все, что русское, вот это мое юпитерианское, главное, подходим к Юпитеру. И очень люблю эту песню. Я когда узнала, что ее написал мой сосед Игорь Матвиенко, потом встретилась, когда наши дети плюс-минус одного возраста дружили, учились в одном классе, я его когда встретила, говорю, Игорь, да ладно, это ты написал? Он такой говорит, да. Вот, кстати, мой старший сын, он когда родился и уже стоял в этой, не в коляске, как, а в кроватке, он очень любил, я его включала, я тогда еще Игоря не знала, я его включала все время, это был мой любимый альбом Иваношки Интернешнл, у нас, кстати, стоит скульптура рыжему в Сочи, все его трогают, вот, это определенная эпоха у нас, и мой старший сын, он, значит, прыгал под эту музыку и говорил, Тучи, Тучи, ему очень нравились песни Тучи, вот опять же, это первые клипы, когда железный занавес спал, и мы в Советском Союзе стали познавать, что такое меркантильность, что такое материализм, империализм, и каждый выбирал, как проходить этот опыт, да, вот Игорь создавал прекрасную музыку, я прекрасные интерьеры, потому что была дизайнером интерьеров и привозила из Италии мебель, ну, а кто-то обкрадывал наше государство, придумывал схемы, как Чубайс на тему ваучеров и всего остального, каждый выбирает свой путь сам, я очень рада, что он покинул границы моей родины и живет там, где сосредоточены хитрые люди, потому что, как я говорила, одни из самых ярких представителей нашей расы, это была иудейская раса, арийская раса, в прошлом занятии я написала, арийская раса, что это такое, это цивилизация земляне, бонджорно, земляне, которые развивались, родились под знаком овен, ария, арес по латыни, потому что латынь все-таки она больше, скажем, античный греческий, и латынь, они больше соответствуют именно арийскому уровню развития общества, потому что то, что там библии потом переводились на английский язык, английский язык это самый бедный, самый несчастный язык, потому что санскрит это корневой язык арийской расы, русский язык, у него очень много общего с санскритом, если мы будем медленно разговаривать с индусами, мы будем понимать друг друга, о корнях славянской расы мы тоже будем разговаривать, а английский язык, так как у них был маленький голодный холодный остров и они занимались торговлей, у них было свое движение, они должны были со всеми аборигенами и американскими и индийскими понять друг друга и поэтому вот это букмпра, кстати, когда я записывала передачу, по-моему, не помню одну из, посмотрите, там ребята марокканские шли и мы с ними мило побеседовали, там девушка даже зашла в эфир, на камеру мы пообщались, трое марокканских молодых людей, прекрасно говорящих на русском, значит, вот эта девушка, которая в камеру попала, она учится в Москве, а парень с другой девушкой, который со мной разговаривал, они учатся в Ростове, вот что я хочу сказать, россияне сели и сеют знания, почему у нас сейчас хорошие результаты на африканском континенте, потому что мы всегда давали им знания, мы всегда их учили в советские времена, а запад загнивающий, вы знаете, на сегодняшний день загнивающий, что они делали, они забирали у них все богатства и никогда не давали им технологии, а за бусы, там за бумажки обманывали их и обкрадывали, так вот, я слышу, значит, эту мою любимую песню конь, такое вообще мне было поднятие все, и еще раз говорю, предвкушение, мы сидим с мамой, там такие довольно счастливые, но когда закончилась песня конь, началась жесть, то есть я никогда не думала, что фольклорная составляющая может быть вот такая, тоже подробно не буду тратить на это время, могу сказать так, что доминировал там ударник, я обратила внимание, что ударника было очень много микрофона, то есть я думаю, что пелагея, которая стоит, она не слышит, что происходит, но слышно было только ударник, и мы с мамой стали ушли, я говорю, мам, пойдем отсюда, она говорит, Оля, вибрирует все, даже моя мама, которая мало что знает еще о вибрации, сказала это, ну, знаете, интересно так, мы оттуда, значит, вышли, пошли, вот, там, за ручку я маму иногда вела, раньше мама меня водила за ручку там по району Ривьера, да, а теперь я веду маму за ручку, вот мне 54 года, маме 85, мы с ней как-то с утра пошли на Ривьеру плавать, она любит на маяк ходить, а я здесь на свой пляж, но я поняла, что когда наступило лето, мы стали меньше общаться, потому что жарко ходить, из дома выходить неохота, я говорю, мам, давай с утра ходить с тобой на море вместе, но она сначала кочевряжилась, потому что взрослым людям самое сложное от обыденного, от привычного отказаться, но потом она тоже сказала, ой, на маяке такие огромные камни, давай, и вот она мне, значит, она говорит, ну я не хочу с тобой договариваться, потому что вдруг я ночью спать не буду, я говорю, мам, давай без обязательств, во благо, я уже умею, знаю, как это, жить во благо, я говорю, давай, ты проснулась, если хочешь идти на море, звонишь мне, мне тут вообще пять минут, она говорит, хорошо, и мы встречаемся с ней на Ривьере, я рассказывала, почему я решила жить в Сочи, в том году я в июле приехала на недельку маму встретить, это проведать, осталось на три недельки, потому что сравнила ароматы Сочи и запахи газа в центре Москвы, вот, но когда я пришла вечером на пляж Ривьера и увидела вот эту скульптуру прекрасную, которая там стоит, я несколько эфиров даже сделала, где я ее тоже снимала, потому что первые эфиры я делала в интерактиве, именно мне хотелось там на Ривьере делать, так вот я села, я увидела какая там красота, я более 15 лет прожила на Рублевке, где Игорь Бутвиенко и был моим клиентом, соседом в Барвихе, вот, я смотрю, что пляж Ривьера, он красивее, чем Барвиха Виллдж, я думаю, о, я всегда мечтала жить с видом на море, я хочу жить в Сочи, вот так я приняла решение из Швейцарии переехать и жить в России, но потом я решила жить именно в Сочи, вот, и я села и начала там искать уже квартиру себе, вот я нашла ее прекрасную, все во благо, вселенная мне подарила прекрасную квартиру, 21 этаж, мудрой жизни, 21, где может жить, с прекрасным видом на море, вот, и мы с мамой сели около почты России, большое, красивое здание в Сочи, и мама сама завела этот разговор, она говорит, ты знаешь, у меня мама очень много читает, она держит свой разум в активной фазе, вот, когда ночью ей не спится, она в том числе читает аргументы и факты, например, вот, и она говорит, она говорит, я вычитала, что, как можно посчитать возраст своего ангела, я думаю, так интересно, вот, и, значит, мама говорит, там есть алгоритм, я посчитала, мой ангел, это мужчина, ему 21 год, но я понимаю, что 21, это моя любимая цифра, я говорю, мам, ну не так немножко работает, я говорю, ангелы не имеют возраста, и, ну скажем, пол, но тоже нет, вот, хотя я говорю о том, что и наша вселенная имеет как бы женское и мужское, но это не пол, не половая принадлежность, у них нет пиписек, вот, это энергия, энергия материальная и энергия информации, вот, у меня в книге он и она, у Марии нашей, главной героини, ангел розовая, потому что это розовая энергия, а у Андрея ангел золотой, я рассказывала в предыдущем эфире, QR-коды есть всегда в конце моего эфира, можете зайти или просто в телеграме набрать, он и она и выйдет наша рукопись, она в открытом доступе, ничего не стоит, захотите, читайте, там есть диалог ангелов, которые рассказывают свою историю, и вот как ангел Андрея стал ангелом, он сделал маленький подвиг, маленький мальчик сделал маленький подвиг в блокадном Ленинграде, но это, скажем, частность, а по сути наши ангелы это цивилизация, которая была людьми на планете Луна, которая по-другому называлась, но не буду вам сейчас много слишком давать информации, смотрите, мы люди, человеческая цивилизация, были на планете Луна у нас была жизненная волна животных, мы не были такими животными, как вам киса моя серая, которая сидит, себя облизывает, вот, или там тигрята, или даже дельфины, нет, а на планете Луна материя была газообразная, и вот мы были там животной волной, моя киса была растительной волной, и где вы можете это увидеть, немножко это похоже в фильме «Аватар», растительный мир был корневой вверх, потому что они влагу брали из воздуха, который был очень воднообразный, почему 71% на планете Земля солевых вод, вообще вод, ну, плюс еще пресные есть, вот, потому что мы это забрали с Луны, у Луны было очень-очень много облаков и воды, соответственно, наш животный мир сегодня это жизненная волна растительного мира на планете Луна, с корнями вверх, висячки такие, вот, и животные тоже были газообразные, и, соответственно, люди там тоже были газообразные, а Рерих их называется Питти, почему наши астральные тела, сегодня они вообще уже невидимые даже газообразным образом, вот, лунные тела, да, и почему когда полнолуние, особенно пожилые люди плохо спят, потому что все эти энергии взаимосвязаны, я сегодня хотела говорить о Юпитере, но мы до Юпитера, наверное, не дойдем, как я буду о Меркурии говорить в следующую среду, так же и Джоведи в четверг я буду говорить о Юпитере больше, потому что мы, люди, в следующей нашей жизненной волне будем ангелами именно в Юпитерианскую эпоху, а строителями космическими созидателями мы будем в эпоху на жизненной волне планеты звезды, которые мы еще не видим, но которые сегодня условно называем вулком, так? Так вот, у человечества на планете Луна не было тел физических и у них не было, у них было только тело желаний, то есть когда они перешли на планету Земля, вся волна, так? Они стали нашими ангелами, стали нашими наставниками и естественно, что они могли создать? Они могли создать только себе подобных. мы созданы по образу и подобию всех наших наставников и все те энергии, которые к нам прибавлялись, материи, они прибавлялись вот до того, что мы стали вот такими прекрасными венцами мироздания, потому что нам, людям, необходим этот материальный мир, чтобы мы получили максимально возможный прекрасный опыт. как убивать своих младших братьев животных в том числе, как мы убиваем друг друга, мы должны этим насытиться, понять, насколько это плохо, насколько это ужасно и поднять свой уровень, чтобы перейти на Юпитер, потому что Юпитер это планета благотворного влияния, Юпитер это одна из самых больших, наверное, самая большая планета в Солнечной системе, то есть если собрать все планеты, то Юпитер в два раза больше всех нас, так, и там сейчас происходят очень большие трансмутации, трансформации, у Юпитера много спутников, много его детей, и самые такие известные это Европа, Ио, так, еще возьму ипад, в обществе знания я открыла Юпитере, Юпитер пятая планета от удаленности от Солнца, то есть смотрите, мы третья, четвертая Марс, пятая Юпитер, вот о Меркурии мы не говорили, но Меркурий, он солнечной энергии, гелий, в том числе газ, он нам нужен для мышления, к сожалению, не всем, он нам передает потом Венера, Венера нас научила любви, Венера нам дала физические тела, о Венере мы будем говорить завтра в Энерде, если опять не свалюсь после этого посещения Пелагеи, так, соответственно, Юпитер пятая, между Землей есть мостик, Марс, что нам Марс дал, Марс нам дал огонь, кровь, железо. Марс не имел не высшее состояние огня, высшее состояние огня имеет Солнце, понижая вибрации передает его Меркурию, Меркурий понижая вибрации передает его Венере, цивилизация на Венере невидимая, им не надо проходить наш опыт Порш Каенов, бриллиантов, танков, так, и они передают его нам, потому что когда пришли тела лунные Пити нам, мы были, почему у нас аура яйцеобразная? Потому что мы были яйцеобразными такими оглочками, давайте так облачко, у которого была и женская и мужская энергия, но опять же пиписек не было, то есть это именно энергия. И так как у ангелов, у лунных людей было желание, почему наше низшее астральное тело желаний, если мы слушаем эгопляски, секс, алкоголь, все безмерно, потому что у них не было тел, они не знают, что такое мира вещам. Миру вещам нам дали венерианцы с марсианами, вот треугольничек, видите, и я не успела сказать, кстати, про Луну, сейчас это скажу, что там выделено, ну, в понедельник, когда буду говорить, еще раз, естественно, об этом расскажу, выделено уже в занятии Луна, что у Луны три сферы вращения, первая вокруг своей оси, вторая вокруг Земли, третья вокруг Солнца, о чем это говорит? Это подтверждает мои знания, которые я получаю, что Луна это была планета и когда огненная огненная планета Земля подтянула ее к себе и вот этот пар весь к нам перешел, вот человек рождается, у него 75% воды, с возрастом начинает иссыхать меньше, но вот так же мы забрали Луну всю ее воду, почему я говорю бабушка и все, но энергии Луны они еще активны, они нам нужны для детородных, плодородных и вот я там желтым выделила, что вокруг Солнца вращается еще Луна, вот так вот, но так как подобное притягивает подобное, как у нас в семье есть отец, мать, дитя, 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 мы все в одной энергетике, так же и мы здесь вот это вот наша пятерка, но Солнце это наш старший брат, практически все наши старшие братья, весь наш Млечный Путь это отец с матерью, а здесь мы только вот именно это наша семья, вот Солнечная система семья, так вот, и когда они облачки, первая раса человека, облако, мужско-женское, и когда они хотели создавать потомство, они его просто выпачковывали, еще одно яйцо, вот как яйцо цыпленок рождается, выпачковывается, но у курицы есть курица она и петух он, да, а ну вот по ассоциации вот так, и потом, когда вроде бы они уже все облачко это опыт прошли, детей наделали, ну скучно же, больше делать нечего, они просто растворялись в пространстве, то есть смерти по сути нет, есть переход одного состояния материи и энергии в другое состояние, так, значит вот, я не знала, что она пятая, я вот сейчас только прочитала, и вот, значит, наряду с Сатурном Юпитер классифицируется как газовый гигант, но, ага, если смотреть Земли, Юпитер имеет звездную величину минус 294, пока не знаю, что это такое, что делает его самым ярким объектом на ночном небе после Луны и Венеры, масса Луны, масса Юпитера почти что в два с половиной раза превышает суммарную массу всех остальных планет Солнечной системы, вот что я вам говорила, и вместе взятых, и в 317 раз массу Земли, вот представьте Земля 317, 318 почти что Земль, это Юпитер, и там да, очень много водорода и гелия, поэтому когда мы пойдем на Юпитер, нам не нужны будут тела, тачки, арбузы мои любимые, вот, это с точки зрения материальных знаний, с точки зрения духовных знаний, смотрите, у нас 3 минуты осталось, блин, я, конечно, не успею ничего сказать на эту тему, так, ну, может, про вторую расу, но про вторую расу тоже за 2 минуты так не скажешь, вот, обломалась, ладно, Юпитер, планета благотворного влияния, потому что, если через Меркурий нам даются знания, но знания мы можем искажать, и из-за глупости невежества, мы можем их не брать, нам кажется, что мы и так все знаем, эго считает, что оно все знает лучше всех, Венера нам дала любящую природу, природу, материальную природу, мудрость, у Венеры, трактор, по-моему, называется, поверхность, потому что у нее очень много форм, да, и мы вот завтра будем говорить, что, за что отвечает планета Венера, за нашу кожу, за наши личные деньги, за все материальное, А Юпитер дает мудрость, потому что знание без любви это зло, а знание с любовью это мудрость, и почему вот я выбрала мудрость жизни в 21 веке именно транслировать, потому что, по-видимому, кармически, кстати, у меня Юпитер в весах, и знаете, под каким этими минутами, 11 градусов 55 минут, я сегодня перед тем, как начать занятие, думаю, а где у меня Юпитер? Юпитер в астрологии интерпретируется как человек, вот я солнечная дева, а Юпитер у меня в весах, то есть солнце у меня под знаком девок помогать, спасать, лечить, да, все по полочкам раскладывать, а Юпитер это народ, как я отношусь к другим людям, и я гармонично отношусь, у меня 11,55, и плюс, видите, как я вас всех люблю по-юпитерянски, и хочу, чтобы не только там, я как стрелец куда-то скакала, я понимаю, что я в новую эпоху водолея, без вас прекрасной молодежи, без вас прекрасных землян, я не смогу ускакать, поэтому я сделала свой проект «Мудрость жизни 21», куда входят и настольная книга для больших и маленьких человек, и индивидуальный курс сам себе, дирижер, возможно, я его оптимизирую, как дева, мы любим все оптимизировать, и сделаю его доступным для всех, неоплатным, может быть, его на Литресе опубликую, но сейчас, благодаря тем занятиям, которые я делаю, я как стрелец должна, кстати, у меня Меркурий тоже в лесах, вместе с Юпитером, почему я говорю с одной стороны, с другой стороны, но у нас прозвонил будильник, прошло 45 минут, и я с вами прощаюсь, до новых встреч, до завтра, я вчера собрала все свои силы, после такого небольшого раздрая, сама виновата, потому что за один день присест, сделала картинки и к третьей, и к четвертой программе, я себя надорвала, нагломила, а концерт еще с ударником, мне еще по моим вибрациям еще как по башке стукнул, поэтому только песня Игоря Матвиенко «Конь» помогла мне прожить этот день наилучшим образом, всего вам доброго, до завтра. игорь Матвиенко игорь Матвиенко игорь Матвиенко игорь Матвиенко игорь Матвиенко игорь Матвиенко